Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Влияние» на телеканале «Импакт». Сегодня я с вами, Александр Шевченко, и здесь со мной в студии трое замечательных людей, даже моих друзей, с которыми мы прошли несколько лет или даже довольно много лет совместной жизни и служения. Я хочу их для вас представить в самом начале. Значит, прежде всего это Владимир Калинюк. У нас многие фамилии заканчиваются так на «нюк», «ткачук», и кто-то у нас еще. Ну, Володя Калинюк, это говорит о том, что мы из Украины, и мы знаем друг друга довольно давно. Владимир несет служение пастора в церкви, и сегодня у нас будет очень интересный разговор. Так что, Влад, мы рады, что ты с нами сегодня. Эдуард Кислянко, тоже, который находится в служении на фулл-тайм в церкви «Дом хлеба», работает с подростками, которых у нас больше ста человек, посещает разные мероприятия. И он сегодня второй наш гость. Неля Капитула. Пока Капитула. Скоро она поменяет свою фамилию, и вы узнаете сегодня, наверное, первыми такую замечательную новость. Бог благословил ее. Она тоже будет сегодня с нами участвовать. Пока что она понимает то, что я говорю, но ее язык первый английский. Послушаем, как она умеет выражать свои мысли. Друзья, на самом деле мы очень настроены весь этот час эфира, который имеем сегодня благодаря телеканалу «Импакт», рассказать вам и показать вам, как мы понимаем, какой стратегический шаг должны сделать не просто церковь «Дом хлеба», а в общем, вообще вся наша диаспора и все наше общество, которые проживают здесь, в Соединенных Штатах. Мы будем говорить о важности культуры и языка, о том, какие большие перемены произошли за 20-25 лет эмиграции, что произошло с нашей диаспорой. Об этом будет очень откровенный сегодня разговор. Мы даже молились, мы просим Бога, чтобы нам никого не критиковать, не судить, и в то же самое время говорить очень объективно и прямо. Иначе зачем нам тратить время зря. Поэтому мы очень надеемся, что наш эфир поможет многим, особенно, может быть, пасторам или лидерам церкви, разобраться в том, на каком рубеже сегодня находится наше общество. Я возьму минуту-две, скажу вот о чем. Что мир постоянно эволюционирует. Если посмотреть, сколько открытий научных в медицине, в архитектуре, в науке, в литературе делают люди, это просто уму непостижимо, насколько эволюционирует мир. И не только в общем, как бы отдельные люди или открытия, а вообще развитие человеческого социума, оно очевидно. И очень заметно это с тем, как эволюционирует язык и даже культура. Например, Библия постоянно переводилась. Я сейчас не говорю о разных языках или диалектах, или национальностях, или народах. Я говорю о том же самом английском языке. Я не знаю, сколько в английском языке существует переводов. Я думаю, наверное, более 20 или 30. Трудно даже сказать. Вопрос, зачем? Это что, сознательно так не уважали люди один другого, чтобы делать свои собственные переводы? Я не думаю. Я думаю, что даже английский язык, несмотря на то, что ему нет там несколько тысяч лет этому языку, всего там несколько сот лет, наверное, хотя если брать Британию, то он существует раньше. Но смысл в том, что постоянно эволюционирует язык. И Библия переводилась, чтобы она была понятна для людей. Это очень важный момент. Сейчас мы делаем фильм «История богоискания славянских народов». И мы замечаем, что первое, что делали настоящие миссионеры, которые были заинтересованы в просвещении того или другого народа, они переводили Библию. То есть какой смысл, какой толк, какая польза в истине, если она непонятна? Ну какая польза в Библии, если она непонятна? Вот мне хочется спросить у всех людей, начать с нас, а какой смысл проповедовать, если то, что мы проповедуем, непонятно? И непонятно для самых дорогих нам людей, для детей, для молодых людей. Вот я начинаю сомневаться в искренности церквей и пастырей, которые говорят, что самое дорогое – это дети наши. А когда дело касается практически, что мы сделали для того, чтобы дети наши хорошо понимали Библию и Священное Писание? И оказывается, мы очень мало сделали навстречу нашим детям. Так вот, что интересно, первое, что произошло с апостолами, они уже писали Новый Завет на греческом языке. Хотя, казалось бы, хибру, древнееврейский язык, на котором написан Ветхий Завет, его вообще касаться нельзя. Это святое, это Божий вообще язык, которым Бог пользовался, объяснял Израилю, заповеди давал. И здесь такой шаг – взять и написать Новый Завет на греческом языке, да? На чужом языке. Вообще на чужом, на пейге. Это, ну, как бы языческие народы, греки, там все, мифология, чужие боги. И взять, написать учение Иисуса Христа на греческом языке. Это же шокирует. Зачем это делали люди? Потому что они должны были донести ту же самую истину. Истину никто не меняет. Меняют и эволюционирует язык только. Мы меняем язык, мы меняем форму подачи. Потому что культура меняется, мир меняется. So, вот об этом хотелось бы сегодня поговорить. Что вы думаете вообще? Насколько существует вот эта нужда сегодня? Нужда в реформах. Нужда в реформах нашего общества. Смотрите, мы уже говорили. Это здорово, что церковь – это консервативный институт. Ну, конечно же, здорово. Если бы не было консервативных людей, консервативизма как такого, то модернизм, наверное, бы все уже переломал. Но всегда есть люди, которые сохраняют добрые традиции. Ну, послушайте, когда ты читаешь историю, люди, которые доказали, что земля не плоская, а круглая, этих людей сжигали. И сжигала церковь. Церковь сжигала, потому что считала, что они нарушают традиции, как понималось всегда, предания. Очень много церковь переступило эту грань, где она не разобралась. Что наука пошла впереди церкви, что надо как-то кооперировать, надо прислушиваться, надо учитывать. И научные открытия, мир, в котором мы живем. Получается, что церковь много погрешила в истории. И это надо признать. Они-то хотели доброго, церковные священнослужители. Они хотели сохранить, чтобы не нарушали привычные устои. А в итоге что получилось? Позор. Насколько нам нужны реформы сегодня? Я думаю, здесь это баланс должен быть. Я хотел бы даже спросить прощения за моего русского языка. Попробую как-то говорить на русском. Я думаю, здесь именно нужен баланс. Почему мы консервативны? Потому что мы ценим Слово Божие. И если мы не будем ценить Слово Божие, почему быть консервативным? Но я думаю, даже с другой стороны, почему нужно быть до какой-то степени прогрессивным? Потому что мы ценим Слово Божие. То и другое. Главная цель – это чтобы Слово Божие успевало выноситься людям, чтобы понятно быть. Вот смотри, ты говоришь, что ты ценишь Слово Божие. Ты читаешь Библию на русском языке? Нет. Не читаешь по-русски? Да. То есть, а сколько слов таких есть в русской Библии, что ты реально не понимаешь? Ну, даже не знаю, с чего начинать. В основном, я как-то понимаю много слов, но если там читать, я даже не знаю, какой процент. А когда ты говоришь, что ты ценишь Слово Божие, как же ты его ценишь, если ты не читаешь его по-русски? Ну, потому что я читаю его по-английски. То же самое Слово Божие, просто на моем языке. На том, который я понимаю. Еще хотел как бы добавить, Александр, я несколько лет назад прочитал книгу, толстая книга «История христианства». Интересно то, что когда вот ты живешь во времени, в своем поколении, поколении даже моих родителей, ты смотришь на окружение, на мир, на культуру, на язык, на христианство, на традиции, на ценности, как бы всегда понимаешь, что это всегда так было. Как сейчас так было. И менять ничего как бы нельзя. Все так было. Это учит Библия, вот так было. Я прочитал эту книгу «История христианства». И я просто, мне глаза открылись. Я увидел, сколько перемен культуры, языка, сколько боли переживали люди, которых Бог употреблял, даже тот самый Мартин Лютер и другие подобные. Мы сейчас как бы, мы говорим о них похвально. Как о героях. Но то, что происходило, это просто была ломка, это боль. И всегда эта привязанность культуры, языка, вот что это наше, это самое правильное, чистое. То есть где искрит, где конфликт получается? Почему конфликт, почему боль получается? Я думаю, что мы как бы где-то обожествляем или приносим какое-то духовное значение вещам, вот культурным формам, которые в сути это не истина. Они не имеют, это все меняется. То есть мы даем какое-то духовное значение и какую-то силу. Почти же на уровне писаний. Хорошо. А если очень смело сделать, а какой вы думаете, или вот вы выросли здесь, сколько тебе было, когда ты приехала? Восемь месяцев. Восемь месяцев, когда тебя сюда привезли, ты даже не приехала. А тебе, Владимир, было 9 лет? 9 лет было. Ты уже приехала. Ну да. А теперь 4 года. 4 года. А какой вы вот видите культурный момент, который очень близок к вашим родителям, но который уже для вас не представляет такой священной, сакральной, тайной, духовной. Ну там может быть Пасха, может быть Рождество, может быть что-то. Есть такое, что для родителей, для их поколения это как бы big deal, это как бы серьезно. А для вас оно уже, well, это элемент вашей культуры. Что такое есть? Можете сказать? Вот где больно, где больно, когда вы говорите с родителями, или даже не с родителями, со старшим поколением. Вот где вы думаете напряжение возникает? Просто так сказать, я думаю, что даже вот о церковном служении. Вот молитва о чинаш. Молитва о чинаш. Молитва о чинаш. Я вырос постоянно вот перед началом, вот в конце, молитва о чинаш. Для меня это святое, да. Я как бы не игнорирую это, но то есть когда у нас дома мы не молимся, скажем, каждая молитва, заканчивая молитву о семье, молитва о чинаш. И как бы я свободен в этом. У меня совесть как бы не судит. То есть иногда, когда приходишь в дом родителей или старших людей, вот я понимаю, что здесь так, и мы молимся. Я полностью свободен. Но когда как бы наблюдается, что вот здесь что-то мы, и то есть есть ли какое-то другое понятие. И я не думаю, что это что-то, иногда люди продают, это вот, это духовное, это святое, нельзя менять, все. Я несколько недель назад говорил с одной пожилой женщиной, уже за 60, так сказать, уже в возрасте человек. И она рассказывала несколько свидетельств о своей жизни. И она всегда так, может, она дала мне прямо свою книгу свою, о своих свидетельствах, что Бог сделал в ее жизни. Я ее читал дома. Так что интересно. Каждый раз, когда она молилась о Божьей помощи в какой-то ситуации, она три раза молится молитву о чинаш. То есть такой православный чисто элемент. Человек возрожденный, человек все. Но для нее это обязательно. Три раза помолиться молитвой о чинаш. И потом уже Бог как бы отвечает или что-то. То есть вот это элемент, наверное, культуры, да, с которой мы говорим. Or personal. Даже лично, может, даже для ее. Окей. То есть вы видите, вы чувствуете, что нужны реформы в нашем случае. Я думаю, да. Если смотреть на церковь, как было сказано, если перевод даже меняется, сам язык меняется, а что говорить о культуре, да? Я думаю, если смотришь на детей, даже на меня, да. Ну, я приехал, мне было 4 лет. Мои родители, мои все родственники, как бы мы все очень близко. И у нас свои традиции, это все есть. Я его все как бы благодарен за это. Но по-любому у меня свои дети сейчас. Я смотрю на себя, я как бы другой. Ну, я не передаю даже свои традиции какие-то, которые имел в своем детстве или что-то там. И даже церковь. Они даже не знают, что это такое. Ходить в церковь, куда я ходил, когда мне было в возрасте, ну, их возрасте. То если меняется язык, культура меняется. И если культура меняется, то тогда реформы нужно делать. Вот. Стратегически, как бы, не, I don't know, not to run ahead, но быть очень careful и делать это. В свое время. Да, в свое время. Неля, ты думаешь, что нужны реформы? 100%. Почему ты так думаешь? Вот даже наша церковь, она же уже вроде бы, ну, более, так скажем, прогрессивная. Мы же уже не настолько консервативные, как многие другие церкви. И ты все равно считаешь, что нам нужны реформы. Реформы, как? Просто language. Для меня это просто language. Проблема и все. Но я, когда я первой сего пришла в дом хлеба, я помню, ты проповедовала, и я всегда в книжке писала, как могла по-русски написать слова, что не понимала. Как ты говоришь? И я такая, что это такое? Какие слова? Ну, не знаю. Такие слова, просто я такая, ничего, это я никогда не слышала. Не слышала. Не слышала. И надо написать, чтобы поняла проповедь. Потому что мне уже 26 лет, и я не понимаю. Я прийду домой, говорю, мама, что это? Он говорит такое слово. Она такая, что я первая сего не могла прочитать. Но она так, как сказала, сказала. А, поняла. Ой, ну это та-та-та-та-та. А я такая, о, вообще не подумала. И это... Новопробоведь. Да, новопробоведь, да. Другое понятие. Но в чем, каждое воскресенье было сложно мне. Мне 26 года, уважаю. И у нас дети, у его дети есть. У Влада тоже дети есть. Я не, я не может даже подумать, как им сложно. Если меня, я еще можно написать слово, если не понимаю. Но, а им как, ино даже написать, ино, на английском я классе. Ты думаешь, это, ну, грубо говоря, ты не притворяешься. Ты же правду расскажешь. Ну, это правда, сто процентов. А как можно духовно расти, если тебе так сложно было понимать проповеди? Как можно жить духовной жизнью в такой церкви? Очень тяжело. Молитвой плато. Молитвой. Я еще прославление, you know, пела, и это тоже мне давало духовный рост. Но слышание, отслышание есть рост. И это сложно было. Я привыкла к вашему vocабулей, уже начинала привыкать, привыкать. И сейчас, может, слушать, и все нормально. Я думаю, что, смотрите, мне было 9 лет, 1989 год, 1988 год. Там началось большое как бы движение. Если говорить о нашем городе, Сакраменто. О чем же, куда собирались мои родители? Мне 35 лет сейчас. Моему отцу было 35, когда он собрал эти сумки, разные цвета, пошитые все. Все, что могли. И самовара, и орла туда, и дрюкевич. Я помню это. 9 лет. Для меня это просто, это дорога в небеса. Я не понимал, мне все хорошо. Мой отец, наверное, где-то там думал, что, куда. Это же риск, сделать такой двиг. Но что мы думали, что родители думали? Мы же сами подписали, поколение старше, наши родители, наши отцы, матери, подписали соглашение, что будет реформы. С самым переездом. Почему мы, на что мы рассчитывали? И тогда, я думаю, мы мало понимали, как бы, ну, это свобода, Америка. Свобода вероисповедания. Будем молиться, прославлять. Нас не будут штрафовать, не будут сажать в тюрьму. И мало кто думал, что мы подписали соглашение на реформы, на серьезные реформы. И будет больно. Потому что мы привязаны. Язык, культура, наши понимания, как мы всегда делали. И кажется, это, так как мы понимали, это самое святое, это самое правильное. А как они, это чужое. Это иногда говорят, это мир, называя. И американскую церковь, это мир. И мы приехали сюда. И то есть, что мы думали? И чтобы приехать и второе поколение, и третье поколение, и четвертое поколение, вот сохранять все, что было у нас там тогда. Мы обречены, если мы так пытаемся сохранить вот это. Знаете, еще один парадокс, мы об этом не будем говорить, но реальный парадокс заключается в том, что, когда я сейчас приезжаю в Украину, в Россию, это вообще не та Украина и Россия, из которой мы выехали. Мы выехали, как помидор ты в баночку закрыл, законсервировал и вывез. Ты думаешь, что он такой же там на веточке висит. Там уже три раза он уже умер и воскрес. А ты в банке его носишь и думаешь, что он все еще такой. Но серьезно, мы вывезли вот то представление, как вот было в церквях, там уже давно не так. Там тоже мир эволюционирует. Там уже тоже очень много европейских всяких ценностей и понятий вошло в общество. Окей, давайте немножко поговорим, например, о американцах. Почему, откуда такое представление, что американцы, почему мы их сравниваем часто в негативном свете, видим в негативном свете? Почему мы защищаем наших людей, детей, вас, твои родители? Твои родители могут ее благословить, идти дочь в американскую церковь? Зачем тебе эти славяне? Да, потому что они верят в Бога, чтобы он с нами всегда и будет. Но хотели, чтобы мы всегда в славянской церквях были. Но... Я могу сказать, я могу сказать, я могу сказать, я могу сказать, я могу сказать. Да. Потому что родители теперь не понимают, что американцы проповедуют. И то, что они не понимают, они боятся. И именно по этой причине не хотят, чтобы они проповедуют. Между тем, если дети туда уходят, в эти церкви, И если родители с детьми пойдут туда, И там будет перевод на русский язык, Может быть, тогда они поменяются. Но многие родители не хотят перевода. Они хотят то, что знакомо им уже. Да, они хотят чувствовать себя комфортно. То, что они уже знают. То, что они не понимают, они боятся. Makes sense. Which is make sense, right? Но разве это справедливо? Разве это справедливо? Это интересный момент. Это интересный момент, потому что славянский народ, То, что они прошли за последние 50 лет, Славянские именно христиане. То, что мой дед прошел, Был узником. Это все, и коммунизм, и гонение, Это все как-то сделано не только, Мы здесь не только с культурой, Разговариваем о культуре. Но даже если говорить о России, О Советском Союзе, Даже та культура, Советский Союз, Как бы, ну, Isolated верующих людей. И здесь как-то интересный момент. Наши люди, Мой отец, мой дед, Они, как бы, выросли Даже не в культуре своей страны. Я бы сказал. Они не были, Они были полностью изолированы. И получается, когда Они сюда приехали, Я это просто наблюдаю, Это мои мысли. Я вижу, что В нас это продолжается. Это изоляция. Как-то, Если другая культура, Если это принять, Если эту, ну, Посмотреть, Или послышать вот эту музыку, Эту книгу прочитать, Ну, это чужое. Это от мира. Это, ну, оно грех. Все грех. Если оно не то, Что мы, Где мы выросли. Я думаю, Этот менталитет, Он продолжается. Ну, проблема, Что общество, Оно даже, Ну, где мы живем, Как Влад говорил, Что подписали эту бумагу, Они приехали в страну, Которая их приняла. С открытыми руками. И еще деньги дали, И все дали, Что нужно. Многие думают, Что они приехали Спасать эту страну. Так и проповедовалось, Так и понималось, Что приехали Спасать эту страну. А сейчас, И много эта страна Спасает детей, Родителей. Ну, да. Ну, я, Почему я это все говорю? Потому что, Я думаю, У нас, В христианстве, Нашем славянском, Есть, Это я не назову комплекс, Но я вижу это в себе, Что мы забываем, Что церкви, Две тысячи лет, Что церковь, Это намного больше Нашей культуры, Нашего языка, Даже нашего экспириенса За последние 50-60 лет. Это, ну, Маленькая часть Истории христианства. И очень локальная история. Очень локальная, да. И мировой церкви. Не только по локальности, А по времени. Это маленькие отрезки. И что говорить, Если с кем-то, Кто там 300-400 лет назад Были христианами В другой стране. Я думаю, Это, ну, Это чуть Игноранс. На моем, На моем, Что мы думаем, Что, ну, Вот христианство, Вот мы должны Вот это проповедовать всем, Даже американским христианцам. Христианство намного больше. Хорошо. Ну, Говоря об американцах, Один элемент культуры. Другой, То есть, Что наши родители, Они не понимают, А значит, Не знакомятся, Не слушают Этих проповедников, Потому что Они их не понимают. Следовательно, Они их не знают. Не знают по-настоящему, Что они проповедуют, На каких былых, Убеждениях духовных, Они стоят. Но откуда такое представление, Что они, Ну, Их нужно спасать. Да, Что они в проблеме. Вот, например, Даже вспомнить людей, Которые посещали нашу церковь. Вот мы приглашали, Боб Сергей, Да, Мы приглашали Уэсли Стефорд, Мы приглашали Ларри Стакстил, Джоул Стакстил. Вот ваше мнение Об этих людях. Реально, Без привлечения. Вот ваше мнение, Как о христианах. Как о христианах. Да, Просто богобоязненные люди, Которые просто Всю свою жизнь посвятили, И стоят на истине, И проповедуют истину. И их понимают Молодые, старшие, И другие культуры, Другие народы Их принимают. Они что-то проповедуют, Как они, Кто-то не есть, Это как бы Очень открытый, Очень прозрачный человек, Доступный человек, Открытый человек, Простой человек, И он просто живет Христианской жизнью. И он американец. Он любит Бога. Настоящий, коренной, Американец. И его отец Основал церковь Тридцать лет назад, Или даже больше, Пятьдесят. Теперь он был пастором Тридцать лет, Ларри, Сейчас его сын. Вау. То есть, Разве это не образец? Разве это не пример? Интересно, Когда даже общаясь с ними, Мы ездили Ларри Старкстилл Голф играть. Вот, Это оно, Американское. Вот, А интересно, Когда общаясь, Я его не знаю. Ну, Возраст там, Different life. Вот, Ну, Когда говоришь о Боге, Ну, Мы как братья. Но ты это чувствуешь, Да, Когда ты разговариваешь, Ты его не знаешь, Его как бы семью, Ну, Это все не знаешь, Чужой человек, Чужая культура, Но когда ты говоришь о Боге, Когда ты слушаешь его проповедь даже, О Боге, О истине, Разговариваешь о жизни даже, Как это слово принимается в жизнь, Ну, Как-то ты как брать себя чувствуешь. Почему? Потому что истина та же самая. И опыт Духа Святого, Эксперинс Духа Святого, Тот же самый, Да? Тот же самый Дух Святой, Он связывает нас. Который во всех культурах Учитывает наш культурный фактор И помогает. Вообще, Есть признак такого фашизма Или нацизма, Который очень просто выражается. Если мы весь народ Характеризуем как плохой или хороший, Например, Этот народ плохой, А вот этот наш народ, Вот это хороший. Это признак фашизма Или признак нацизма. Так не бывает, Чтобы весь народ Был хорошим или плохим. В каждом народе Есть плохие и хорошие люди. Но не бывает плохих И хороших народов. Потому что, Когда человек так мыслит, Там кавказцы, Это там все бандиты. Понимаете? Или там украинцы такие, Или американцы такие. Это очень узкое понятие. И это гордость, Как ты сказал. Это гордость. О себе думать, Не просто о себе, Как о личности. Ты в целом о народе говоришь. Так не бывает. Точно так же в церквях. Послушайте, Кто из нас, Ну, консервативные люди Слушают сейчас нас. Я вам посоветую, Никому только не говорите. Почитайте книгу Владимира Франчука, «Просила Россия дождя у Господа», Где он описывает историю нашего славянского, Наверное, последних лет 70-80 христианства. Мама родная, простите меня, Какие там только ереси не были в наших церквях, Какие только заблуждения не были массово развитые, И на пророчествах, И на видениях, И на толкованиях Библии, И на ересях. Уму непостижимо. Почему мы об этом не говорим? Если искать плохое в американцам, Так его можно найти. Если искать хорошую американцам, Его тоже можно найти. Если искать плохое в нашей истории, Его тоже можно найти. Все зависит от того, Чтобы мы не были предвзятыми, Чтобы мы были объективными, Открытыми и понимали, Что истина остается, Ее надо беречь. Неважно, в каком языке мы говорим И в какой культуре мы работаем. В чем тогда заключаются реформы? Что нужно реформировать? Если мы говорим, Что истину надо беречь, Тогда что надо менять? Что конкретно в нашем случае надо менять, Чтобы помочь таким людям, как ты? Возможности. Чтобы вся семья была вместе в одной церкви. Чтобы люди слышали, Понимали Евангелие. И реформа в том, Что все наши дети, Я и меня, даже, И моих будущих детей, Они не знают русский, Украинский, Или, you know, Ни я, ни мои будущие дети Не будут знать русского, Или украинского языка. Поэтому мне нужны перемены сейчас, И реформы сейчас, Для моей жизни. Чтобы мои дети, И я, как и семьи, И могут прорваться, И быть в одном месте, Где я знаю, Они будут понимать слово, И они будут роваться. Чтобы мы, И дети, Мы росли в том месте, Где мы понимаем истину. Ты выходишь замуж за американцев. Да. Это специально? Ты так не любишь украинцев? Я все... No, my whole life, I was in church, Вся жизнь была в церкви, Воскресенье, Воскресенье, И пела. Я никогда в английскую церкви не ишла. Тогда что это, Нелла? Как это могло такое произойти, Если бы ты всегда любила... Может, не было разговоры С русскими ребятами, I couldn't speak with русскими ребятами. Не могла говорить по-русски с нашими ребятами. Он старается учить чуть-чуть по-русски уже, You know? Американец твою? Да, старается, Для того, чтобы батьки поняли это уже. You know? It's good. He's a good man. You know? Ну что, получилось так. Нет, это здорово. Это как раз показывает, Что время работает против русского языка. Потому что, как Володя говорит, Мы же сами подписали себе приговор. Мы приехали в эту страну, Получается, что мы здесь не можем? Не жениться, не замуж выходить. Мы что, работать не можем? Учиться не можем? Что мы не можем? Тогда зачем мы это все делаем? То есть нужен честный, откровенный разговор. Нам нужны реформы. Если человек приехал сюда, Восемь месяцев привезли, Она записывала, Она хотела понять эту истину, И до сих пор верно остается в церкви, С трудом понимая, Маленький процент понимая, И желая понять, Я считаю, что старшие люди виноваты, Пастора виноваты. Если они не сделают практического шага навстречу, А будут только винить молодых людей, Вы уходите, Вам надо все новое, Вы ищите себе свободы, приключений. Вот я считаю, это бессовестно. Да, если смотреть даже на как бы выводы, Не то, что пробовать как-то сохранять, И не идти с временем, Не работать на время, Мы видим даже результаты сейчас. Даже молодых людей, Сколько ушли в американские церкви. Слава Богу, что они ушли в американские церкви. Ты подумал, что ты сейчас сказал? Я сказал, да, слава Богу. Потому что есть много, Которые ушли просто из церкви. Вот это проблема. И когда даже вот работаешь с молодежью, Они, если они не получают Слово Божие, Это язык, И в культуре, Даже, например, вот сейчас, Как отец. Мне интересно, Я хочу, чтобы церковь мне даже учила, Помогала, Как своих детей, Как бы растить здесь, в этой культуре. Потому что то, что мои дети даже будут, Или даже, что вот, Мы говорим, да, есть подростки. Вот люди слышат, И есть подростки. То, что они сражаются с чем-то. Церковь должна помогать родителям, Даже как идти вперед. Как с этим бороться. Как с Словом Божиим. Вот, получается, Это не только язык. Это и культура, да. Например, Я даже дам вот один пример в церкви. В славянских церквях Есть много вещей, О которых не можно с кафедрой говорить. Это не просто, Я не вижу там какой-то злости. Это просто не принято. Не говорим об этом. Ну, а я сегодня, Если говорить о порнографии, да, Что 80, 70, 80, 90% молодых людей, И в русской церкви тоже, Они в этой проблеме. А мы не можем это с кафедрой говорить. Мы не можем открыто говорить, Потому что это не принято. В американских церквях Это более просто. Это, ну, вот проблема, Мы говорим открыто. Вот. И если мы не будем менять Вот эту культуру, Даже в церкви, да, Не только язык, Чтобы было понятно Слово Божие, Но культура, Которая дает развиваться духовно. Видите, Как мыслят отдельные пастора. Я сейчас был в Лос-Анджелесе, Прошлые выходные, Один там, Сергей, Мой знакомый, Говорит, Два пастора разговаривают. Я, говорит, Подошел к ним и говорю, Хорошо, Вы хотите защитить Своей церкви От того-того-того-того, да. Хорошо, если в вашу церковь придет сейчас Два конченых наркомана, Три человека придут Вот с такими болтами В ушах, там, татуировках, Три гомосексуалиста придет, Что вы будете делать? Реально, что вы будете делать? Вы же живете в Лос-Анджелесе, Вы же живете в такой культуре. Пастор так задумался, Говорит, Я буду молить Бога, Чтобы он не допустил, Чтобы они пришли в церковь. То есть, That's the solution. Вот так видят решение проблемы. Вот так видится решение проблемы. Будем молить Бога, Чтобы он не допустил, Чтобы такие люди пришли в церковь. Это Евангелие? Вместо того, чтобы реально думать, Что делать в сложившихся обстоятельствах, В условиях, в которых мы живем, Они же тоже эти люди, да? Они же тоже что-то ищут. Они же тоже почему-то Переступили порог церкви. То мы решаем проблему так. У нас этой проблемы нет. И уходите отсюда. Это одна, я думаю, Из больших, Если даже говорить практически, Да, разница. Я сто процентов вижу плюсы, Как пастор ты говорил, Плюсы и минусы в каждой культуре, В каждом народе. Есть плюсы, Которые нужно сохранять, да? И есть минусы. Для меня один плюс в американские, Как бы, общества, Это вот эта простота, да? Если будет вызов даже на такое, Кто имеет вот эту проблему, Очень, ну, стыдно даже открывать, Что у тебя такая проблема. Американцы будут с проблемой, Выйдут, будут говорить, Если их дотрогнуло, Они будут открыто говорить. У нас, я заметил даже, Вот за последние 20 лет, Много раз нас более интересует имидж, Более интересует, чтобы, Да, ну, ты не дай бог, Не говори вот это, Не открывай вот это. Даже если проблема есть в семье, Да, какая серьезная проблема, Обычно, когда она открывается на публику, Молитесь, пожалуйста, Это когда же проблема дошла до последнего. Например, даже наркомания, да? Когда молодой человек имеет проблему, Только начался, Родители там зловили, Или там что-то увидели с наркотиком. Много раз, Когда они выходят даже на церковь, И говорят, пожалуйста, Молитесь, помогите, Дайте нам что-то, Вот, это когда уже сын настоящий наркоман, Когда они все попробовали, И видят, нет выхода. Вот, ну, вот это культурные, Вот такие разницы, И мне нравится то, Что американцы, они более простые. Я всегда слышал это, Мы иммигранты, Мы простые люди, Мы иммигранты. Ну, это неправда. Мы иммигранты, Но мы не очень простые. Мы не простые, да. Хорошо, что же, Мы задумали, Или вы задумали, В церкви, Дом хлеба, Создается англоязычная церковь. Я специально взял с собой газету, Как раз вышла статья, Следующий шаг в жизни Сакрамента, Самая свежая газета, да. И мы открыто, Прямым текстом говорим, Что в Сакраменте Открывается англоязычная церковь, В январе месяце, 2016 года, да. Что это будет за формат церкви, Потому что я тоже откровенно говорил, И говорю перед всеми, Что я, как старший пастор церкви Дом хлеба, Не могу повести эту англоязычную церковь. Более того, Эта англоязычная церковь Имеет значительно больше перспектив, Чем русскоязычная церковь. Как бы это ни звучало кому-то, Может, неприятно, Но я так вижу, Я так верю, Таков факт, Таков время. И потому Владимир Калинюк, Пастор англоязычной церкви, Хауза Брэд, Что это будет за формат, В чем она будет отличаться От теперешней церкви Дом хлеба? Я думаю, чуть как бы отметить еще, Что есть большая нужда, Мы говорим о нужде, То есть церковь Дом хлеба, Англическая церковь, Это ответ на нужду. А если смотреть еще дальше, Как бы outside the box, Это Евангелие, Это жизнь нас, Христианина, Проповедовать, Спасать людей. Но если приблизить чуть-чуть к нам, Наша ситуация, Славянское общество, То есть я человек, Наверное, хороший пример, У которого есть нужда, У меня нужда. В чем? В чем? Вот пример. Может, месяца два назад, Я сижу с моей дочерью, Ей 12 лет, На первом ряду сидим, В церкви сидим, Ты проповедуешь, Александр. Мы не было, Перевода на научника не было, То есть, И она сидит со мной, Воршип хорошо, Потом идет слово, И я понимаю, Просто смотрю на ее, Я знаю, что она не понимает, Она понимает, Может, процентов 10, И мне просто до слез было больно, Почему моя дочь не понимает, А другие быстро говорят, Ну что, ты не научил ее, Украинский язык ты не сохранил, Ну по какой-то причине, Я не чувствую вину, Мне не давит вина, Что я не смог, А другие смогли, Если они смогли, Это хорошо, Но это не первостепенное, Я переживаю о духовном росте Моих детей, Почему они не понимают, И я понял для себя, Давно уже думал, Что вот еще, Может, два года я продержусь, Не ради себя, Я нахожу себя где-то на середине, Я, И там, и там, Я украинец, Но я не американец, И я не думаю, Что я буду им полностью американцем, Вот, якобы в этом, Мне хорошо, Среди украинцев, Русских, Американцев, Мои дети, Это другое совсем, И я понял, Что еще два года я смогу, И не ради себя, А ради моих детей, Это реформа, Я должен переступить эту линию, Я не смогу быть в русскоязычной церкви, Вот, вот, И если церковь это не сделает, То каждый будет решать свою проблему сам, И решают, И решают, Много решает семей, Решают, Переходят в другие церкви, Говорят, Мы уходим, Если будет какое-то решение, С вашей стороны, Перезвоните нам, Мы хотим, Мы вернемся, Да, То есть, Вопрос не в, Какое-то лжеучение, Там, Истинно, Мы меняем что-то, Просто, Вот, Актуальность культуры, Языка, Молодых людей, Которые поднимаются, Надо, Они не понимают, Хорошо, Эта церковь, House of Bread, Которая создается, Открывается в январе, Она будет рассчитана на американцев, Или на таких людей, Как Нелли? Ну, Так говорят, Я на команде, Вот, Мы, Когда разговариваем об этом, Планируем много работы, Мы понимаем, Что нужда не именно сейчас для американцев, Да, И если говорить о себе, Это нужда среди людей, Как Влад, Как у меня, У меня, У меня тоже ситуация, Моя жена, Она родилась в Америке, Она в жизни не видела Украину, Не знает, Что это, Когда даже я рассказываю, Я был на миссии, Мне нравится, Я люблю там в Украину ездить, Был несколько раз, Но, Когда я об этом рассказываю, Она даже не знает, Что это, Это чужое, На самом деле, Это чужое для ее, Я в церковь хожу, Я служу в церкви, Дом Клемен, Ну, Когда хожу на служение, И с своей женой разговариваю, Для ее это очень трудно, И ради ее, Даже не детей, Вот моя жена, Я бы со временем Не нужно какое-то решение взять, Потому что нужда вот где, И проблема, Что в нашем городе, Даже в славянском, Вот это диаспоре, Проблема, Что мы не можем себе найти место В русской церкви, Я не говорю за всех, Но много, Либо за детей, Либо такая проблема, Но в то же самое время, Мы не чувствуем себя полным американцем, Мы не можем, Поэтому даже, Я тоже 8 месяцев тоже не могу, Много молодых людей, Которые ходят в американской церкви, Они открыто, Когда говоришь с ними, Они открыто не могут себе место найти, Им нравится английское служение, Даже более, Чем русское служение, Но они не вливаются в общество, Они как-то корни не пускают, И это даже, Вот пастор Лэри Билл, С Луизианой, Он об этом тоже говорит, Что есть разница, Даже вот ходить, Быть, Слышать, Нравиться, И корни пускать, И вот поэтому, Для меня даже, Нужда большая, Почему? Молодой человек, Который себе не может найти В русской церкви, Ну слава богу, Если он пойдет в американскую, И он не уйдет в мир, Куда-то, Бывает так, Но даже, Когда в американскую церковь, Вот сейчас есть такая, Как бы тенденция в христианстве, Ну я хожу в церковь, И в ту, И в ту, И в ту, В пять церквей, Ну проблема, Что нету нигде, Как бы корни не пускать, Ни кто даже не держит, Нет семьи, Нет кто тебя бы, Там давал наставление, Поднимал вот, И поэтому, Даже если уходят в американскую церковь, Если они влились в служение, В этой семье как-то связались, Слава богу, Но если ходить в американскую церковь, Ну не быть частью в этой церкви, А не получается, А не получается, Да? Не получается, У таких вот славян, Очень трудно, Неля, Насколько ты чувствуешь вот эту боль, И теншин, Например, Насколько для тебя было большой радостью, Что все-таки, House of Bread открывает английскую церковь, Ну вот поделись своими чувствами, Ну я уже, Когда мы начали, Дом Глеба, Когда я началась, Я сразу пришла, И просто, И просто сидела, И было прославление, Как я всегда хотела прославление, Типа, На английском чуть-чуть, Но прославление, Не хор, Спеваете, И, ну там, Такие корал, Было прославление, И так было доброе, Не так хорошо была сила, И тут, Незаправдно, Пришла, Лена Бирюбина, Ну че ты не спеваешь, Че, Ну, Ну, Не знаю, Ну, Давай, Пойдем, Будем спевать, И, ну, Я пишла, И все, До той времени, До сегодня, Представление о том, Я просто, Passion, Это, Чтобы Бог в меня вложил, И просто, Я люблю, Это я живу, И, И, И так, И тут начала, В славлянскую культуру, Да, Английская лекция, I mean, It's easier in English to worship in English, For me, It's my first language, It's my first language, Это первый мой язык, Но, To go to an American church, Но уйти в американскую церковь, And to try to start again, И опять сначала начинать, I feel, I feel like I would, I'd be going backward, Чувствую так, Что я назад иду, Неперед, Да, А тем более, Если ты замуж выходил из американца, Теперь как? Если не будет у нас англоязычной церкви, I would have to go, То есть, Нет выхода, Да? Вообще нету, Like, I can't, I just can't, Я не могу, То есть, Вы чувствуете, Уважаемые друзья, Насколько это больно, Мы говорим не просто об одном человеке, Это же не заповедник, Что вот мы нашли такого человека, Ради которого, Ради Нелли мы создаем, Это сотни тысяч людей, Это боль, Это нужда, У моей жены два братья, Два брата поженились на американцев, Ну, Она брат старший, Тоже на американку, Вот, Это не один, А вот уже четыре, Вот только с этим, Вот четыре есть, Примера, Да, Прямые родственники, Да, Да, То есть, Насколько это огромная нужда В нашем обществе, Да, Получится сделать эту реформу, Вот вчера у вас была встреча, Вы собрали 25 человек, Да, Ну, Как бы это практически семей получается, Потому что, Мостов, Большинство из них женаты, Замужем, Все семейные, Да, Вот вчера у нас практически вы собрали 25 человек, И вы говорили за то, Или о том, Что вы начинаете англоязычную церковь, Какая реакция этих людей? Они хотят этого или не хотят? В основном ситуация такая, Есть часть людей, Которым, Вот они для себя, Они хотят это для их, Большинство, Они понимают, Что у них растут дети, И ради детей, Они смотрят в будущее, Если просто окружить себя, Вот посмотреть, Вот сейчас для меня, Ну, Наверное, Нет какой-то большой, Вот может есть у вас, Но есть молодые семьи, То есть, То есть, Ты бы с Лилей оставался в русской заранее, Да, Но я понимаю, Что все идет вперед, Я не могу опоздать, То есть, Время идет, Процесс идет, Его не остановит, Никогда мы не остановим его, Это все, И я не хочу тормозить, Я смотрю в будущее, Мы говорили с ними, И они понимают это, И соглашаются, Что они будут частью этого, Почему? Даже если не ради себя, Но ради будущего, Ради своих детей, Ради того, Что будет через, Александр, Через 5 лет, Скажем, Через 10 лет, Вот посмотри, Сейчас мы будем вспоминать, Это разговор, 10 лет спустя, То, Что мы начинали сегодня, И 10 лет спустя, Это будет огромный, Огромный прогресс, Это будет благословение, Почему? А что мне дает уверенность? Потому что это не наше дело, Сам Бог заинтересован, Иногда мы берем на себя Ответственность, И как бы мы же должны что-то делать, Я отвечаю Богу, Я не босс, Я не менеджер церкви, Я пастор, Мы пастыря, Но ты не можешь приватизировать церковь, И ты ее будешь вести направлять, Мне дает огромный покой мир, В этих всех сложностях, Как решить, Как, Это новая дорога для нас, Мы там не ходили, Это новая, Это будет много боли, И мы рассуждаем, Размышляем, Много не знаем, Но я начинаю смотреть, Что это же, Бог стоит за это, То есть получается, Если то, Что ты говоришь, Сделать основной вывод, То все еще есть большой процент Из этой группы людей, Которых вы собирали, Которые бы предпочли Остаться в русскоязычной церкви, Как и ты сам, Ты и твоя жена Лиля, Вы бы остались, Если о вас только говорить, В русскоязычной церкви, Но люди зрелые, С переживанием за будущее, За детей, Они согласны пожертвовать Своим личным интересом В пользу интереса их детей, Правильно, да, я понял? Да, Вопрос тогда, Вопрос зрелости, Сколько таких людей Сидит в церквях, Которые готовы Будут пожертвовать Своим личным комфортом И интересом, Мы говорим сейчас о зрелости, Вот мы годами, Десятилетиями, Третьим, четвертом поколении Слушаем проповеди о том, Что мы должны служить, Пользы ближнего искать, А не своей пользы, Вот сегодня тест, Уже настолько большой тест, Если его не сдать, Если наши родители Скажут детям, Сиди со мной В русской церкви, Понимаешь 10%? Учи украинский язык Или русский, То есть, Насколько это опасно Не сдать такой тест, Как дорого мы заплатим За то, Что мы Участливаем этот тест, Да, И твои дети Зарисовать, Что все, Мы по корням Бьем, Режем, Разрываем Якорь, И уходим в море, Все, Все новое, Все как бы Далеко это не так. Ну, в нашем случае, Чтобы тоже понимали люди, Что и Эдуард, И Владимир, Они состоят в духовном совете Церковном, И мы говорим О том же самом богословии, Мы говорим Даже о той же самой церкви, Только мы сознательно Выбираем Эту формулировку, Что это отдельная церковь, Там другая команда служения, Люди, которые Фейлы спиксе инглэш, Да, Легко говорят на английском, Для которых английский Первый язык, Вот, Какой-то элемент культуры Там будет изменяться, Да, Потом будут со временем Вливаться американцы, А как же, Это же контакты, Это же живые люди, Люди работают, Муж, жена, Школа, Да, То есть, Это здорово, Это замечательно, Мы когда-то в свое время Преодолели Конфессиональный барьер, Да, Что мы разрушили стены, Быть пятидесятниками, Баптистами, Харизматами, Мы просто христиане, И Бог нам помог, Даже война, Которая началась в Украине, Преодолеть барьер национальный, А ты украинец, А ты русский, А ты за кого? А ты за кого? Я в лифт зашел, Где-то вот сейчас был в поездке, И люди стоят в лифту, Говорят, О, Я слышу твой акцент, Он говорит, Are you from Europe? Я говорю, Да, Я с Украины, О, Он говорит, You're Russian, Я говорю, Yes, I'm from Ukraine, О, I'm sorry, I'm sorry, Я извиняюсь, Я говорю, А что ты извиняешься? Я люблю Россию, Я люблю русских людей, Так же, Как и Украину люблю, Почему извиняться? Что Россия теперь плохая страна? То есть мы преодолели этот барьер, И я считаю, Третий огромный барьер, Который мы с помощью Божьей преодолеем, Это то, что делает церковь красивой и достойной, Если мы преодолеем и культурный барьер в этой стране, И мы сможем быть открытыми для разных культур, Понимаете? Мне говорят, Апостол Павел сказал, Я за своих братьев, родных по плоти, Готов быть отлученным от Христа, Вот только за своих, Мне один написал письмо, Видишь, как Павел любил? Только своих, Я говорю, Слушай, Бог Павлу сказал, Я тебе поставил апостолов для язычников, А не для своих, А Павел побежал к своим, Потому Бог его перевоспитал, И во второй главе послания к Галатам напишет, Бог не взирает на лицо человека, Он со временем поймет, Что Господь и Спаситель всех человеков, Вот, Потому мы не должны ставить эти барьеры, Владимир, Что конкретно и когда произойдет в ближайшие дни, Какой стратегический план действий, Или последовательность мероприятий, Расскажи, пожалуйста, Да, То есть на данный момент мы очень много времени проводим, Просто молимся, планируем, разговариваем, Все как бы очень много, Изучаем, Очень много, Хочу еще маленькие добавить, Английская церковь, Дом хлеба, Можно сказать, Это как бы мост, Это мост, Это полушах, Навстречу, Как бы, Американской культуре туда, Мы понимаем, Что туда идет, То есть мы короче туда, И со временем естественно все будет меняться, Мы надеемся, Мы знаем, Что просто с Божьей помощью, Мудростью от Бога, Когда мы будем ставить на слове, Будем искать его лица, Когда истина, Она будет ценно, Истина, Прозрачна в нашей жизни, Оно, Мы сможем преодолеть все эти барьеры, То есть на данный момент Мы назначили четыре встречи, Они будут проходить по пятницам, То есть это еще не открытие церкви, Не открытие церкви, Это еще, Это просто как бы встречи для людей, Которые нуждаются, Они, То, что мы говорим, Есть отзыв, Они видят себя в подобной ситуации, Может они решаются, Может нет, Но им это интересно, Вот, Они хотят, Мы приглашаем прийти на эти встречи, Они начинаются с 30 октября, Четыре пятницы подряд, Начинаются с 30 октября, На территории церкви Дом Хлеба, Мы будем на 7 часов вечера, Где будет присутствовать команда Новой церкви Дом Хлеба, Я, Эдуард, Нелли, Другие, Которые переживают, Планируют, Молятся об этом, Мы будем говорить более в деталях, Просто, То есть это встречи открыты для всех, Это не только для церкви, Для всех людей, Для всех, Любой человек, Желающий, Кто желает просто быть частью, Понять, Есть вопросы, Хотят задать вопросы, Это не просто мы будем говорить вам, Мы будем иметь общение, Но мы будем говорить в детали, Как бы, Почему, Что, Когда, И как, Вот, И этот процесс, Он еще продолжается, Но вот эти пятницы, Очень важно, Чтобы быть и понять, О чем вообще речь, И чем мы живем, И как мы видим, И как, Что ожидать, Если ты станешь частью, И будешь частью этой церкви, Что ожидать? Уважаемые друзья, Вы были свидетелем нашего разговора, Еще раз, Мы говорили о важности того, Что время и культура, В которой мы живем, Вынуждают нас делать такой радикальный, Стратегический шаг, Какой именно? Мы открываем англоязычную церковь, В городе Сакраменто, Я в восторге, Потому что мы годами к этому шли, Мы много об этом говорили, Изучали, Мы потратили уйму времени, Денег, Мы ездили в разные города, Штаты, Общались с американцами, С русскими, То есть это не спонтанный шаг, Это не, между прочим, Это не вчера решено, Это при молитвах, Постах, Перед Богом, Мы идем к этому, Целенаправленно, Уже несколько лет, И мы очень рады, Что этот день приближается, Приближается, Уже скоро счетчик мы включим, И он приближается, И я даже скажу, Что это будет после нашего праздника, У нас грядет огромный юбилей, Десятилетие церкви, Который пройдет 15-17 января, И сразу следующее воскресенье, У нас будет открытие англоязычной церкви, Потому что это будет огромное событие, Большой праздник, Еще раз, То, что сказал пастор Владимир, Начиная с 30 октября, Четыре пятницы подряд, Они для вас, Это еще не открытие церкви, Это будет такой семинар, Это будет общение, Чтобы объяснить, Познакомиться с командой, Задать все вопросы, Прояснить для себя Все эти тонкости Этой новой стратегии, Приглашаются не просто, Знаете, Молодые люди, Или там англоговорящие люди, Если вы родитель, И вы заботитесь за своих детей, Если вам 50-60 лет, И вы чувствуете, Что ваши дети ушли В американскую церковь, Поинтересуйтесь этим, Не стойте в стороне, Придите, Посмотрите своими Собственными глазами, Задайте вопросы, Может быть вы подскажете Своим детям, Может быть вы им позвоните И направите их, Потому это ваша ответственность, И мы вас благословляем, Мы сознательно провели этот эфир, Чтобы вы почувствовали Нашу боль и нашу радость, Что Господь на нас Возлагает такую ответственность, Поэтому мы вас поздравляем С таким большим событием, И следующим шагом В жизни нашего города Сакраменто, Это будет замечательно, И со временем Это именно англоязычная церковь, Будет набирать ход, Мы будем как Иоанн Креститель, Нам надо умоляться, А им расти, Я верю, Что Господу это угодно, Поэтому пусть Бог благословит вас всех, На этом мы заканчиваем наш эфир, Мы очень надеемся увидеть вас В пятницу 30 октября На территории церкви Дом Хлеба, Всего доброго, До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»